Известные люди Латвии сегодня дарили книги школам, где они сами ранее учились. Это мероприятие уже второй год подряд собирает директоров школ и заведующих школьными библиотеками. Сама же традиция родилась еще в январе 1935 года, когда Карлис Уллманиса предложил своим соотечественникам поддержать школы, в которых они учились, и дарить им книги, картины, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты и другие нужные для учебного образования. Вручил книги трем латвийским школам. Конечно, через 10 лет будут дарить не такие толстые книги, как мы сегодня. Может, это будут вовсе и не книги, а какие-нибудь тонкие флешки с информацией или что-нибудь из компьютерной техники. Генеральный директор ЛНТ Андрис Этис положил почин. Он в дар двум средним школам преподнес DVD с 10-минутным фильмом об истории Латвии с 1918 по 1940 годы. Вице-мэр столицы Андрис Америкс был традиционен в своем выборе. Как заядлый букинист, он искренне считает книги вечны. Поэтому первой и второй рижским гимназиям, где учились его сыновья, он подарил два печатных издания. Я энциклопедию подарил. Я считал, что в школе все-таки, если это школьная библиотека, ну, они не будут там, я не знаю, стихи это такое, но энциклопедия, она всегда пригодится. Украинской школе кинорежиссер и поэтесса Вия Бейнерте преподнесла в дар книги своих стихов. Не могу сказать, что коллекционируем подаренные книги. У нас их очень много. Это большая радость, мы этим гордимся. Но она хочет быть и как читателем нашей библиотеки и принести нам книгу, которая на украинском языке издана здесь, в Латвии. После торжественной церемонии представители многих школ могли выбрать для своих библиотек книги латвийских писателей. Очень важно, чтобы ученики черпали информацию не только в интернете, но и книги читали. Действительно, кнопки интернета находят быстрее, чем буквы в алфавите. Это естественно, я сам наблюдаю за своими. Но несмотря на то, привить книгу, это как бы долг каждого, и потом этот долг отвечается. То есть этот человек возрастает, он понимает, как хорошо, что я ориентируюсь хорошо, не просто в кнопках, но и в словах и фразах. Предприятия «Рига с нами», столичная мэрия и издательство «Юмова» приглашают всех желающих принять участие и подарить школам книги. До 29 января включительно. С 12 до 19 часов в доме черноголовых можно будет купить книги или принести свои. А представители Латвийской почты помогут их отправить адресату. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова